Сегодня везде выкладывают сторисы, что Джуси выходит на тренировку «Амкала». У разных людей он попал на сторис в форме «Амкала». Я думал, что он может просто потренироваться пришёл. ИП, а в чём типа смысл? Он просто ушёл из-за чего? Из-за того, что они не играют? У тебя инсайд есть какой-то? Началось всё в конце декабря. Джус попросил со мной личную встречу. И мы с ним увиделись на съёмках после ролика «Ла Лиги». И я всё рассказывать не буду, потому что это личный разговор. Ну, вкратце, там у Джуси, он говорит, у меня нет букмекеров, у меня нет рекламы сейчас. И мне поступило предложение другой команды. Но типа я бы хотел остаться у вас, но с зарплатой в 70 тысяч рублей. На что я сказал, Джус, давай, дай мне время на размышления. И мне нужно подумать, и вернусь с ответом в ближайшее время. Короче, потом Джус заболел, и увиделись мы, получается, уже недели через две. Я начал думать над этой ситуацией. И когда мы встретились, я уже сказал Джусу, мой ответ нет. Я не могу тебе платить 70 тысяч, потому что в таком случае эти деньги должны получать ребята, которые уже давно в коллективе, Богдан, Эд и много людей, которые претендуют на зарплату тоже. Но удовлетворить все запросы невозможно. И я ему сказал, что, Джус, там, ты в коллективе полгода. Ты к нам пришёл, ну, практически там неизвестным вратарём. Тебя знали, но сейчас у тебя там Инстаграм 80 тысяч. Мы тебя включали в GIF. Звали на все ролики. Ну, в общем, вы всё поняли. Привет, друзья, это Егоров. Немного внутриковые темы. Сейчас ходят слухи, что после ухода из Тудротс, Джуси пошёл по пути Прокопа и оказался в Амкале, где и будет играть, в том числе, на МКС. Мы с Райзеном в процессе эфира связались с друзьями Джуси, братьями Крапивниковыми, Даней и Майком. Причём именно на сториз Майка Джуси появился на тренировке Амкала, точнее, был спален там. И ребята нам всё рассказали. Сейчас ответ на вопрос, переходит ли Джуси в Амкал, будет Дан и вообще, куда он переходит. Смотрим. Ну, Джуси ещё хорош в том плане, что он как Раб контент, типа, каждую секунду снимает. Если ты посмотришь, он прям в этой медиатусовке, реально, как на станке. Постоянно эти тиктоки, это вся хрень. Я не знаю, как они это успевают делать. Ну, то есть, он в этом плане крутится грамотно. Но тут прецедент же будет создан. Если ты одному заплатишь, ты прикинь, всей команде платить. Ну, это как бы история такая. По факту здесь оплата идёт медиатрафиком, который ты себе получаешь на своей соцсети. Но вся история-то в том, что его монетизировать практически невозможно. Вот в чём вся проблема. Но у Джуси в этом плане, по-моему, всё хорошо. Там Пума, ещё кто-то. То есть, он вроде двигается. Ну, Джуси сказал, что он вроде как на какое-то время остался без буков, и типа, вот, помоги. Или заплати. В итоге Джуси ушёл искать новую команду. И попал в Амкал на какое-то время. А есть кто-нибудь, там Майк, по-моему. Расскажи, зачем ты Джуси спалил? Добавься в эфир. Пришли этот запрос какой-нибудь. А тут какие-то... Он опять в этой вышел. На спорте. Здравствуйте, Майк. Ну, а прежде чем Майк с Дани раскроют секреты, хочу напомнить, что скоро стартует Олимпиада. За ней и матчи Еврокубков, в том числе и Лиги Чемпионов. И если вам веселее смотреть эти матчи, делая ставки, то пользоваться нужно таким регальным букмекером, как Бэт Бум. Это лучший букмекер по версии премии «Спорт и Россия». Надёжный, с удобным интерфейсом, с трансляциями по разным видам спорта. В общем, проходите по ссылке в закреплённом комментарии, вводите промокод «Егоров», получайте до 10. тысяч на первый депозит. Ставить я тоже буду, но стопроцентного прохода не обещаю. Иногда даже говорят, вижу Егорова, ставлю наоборот. Но это уже разберёмся, у меня в телеге в инстинкт. А пока к Майку и Дани. Здравствуйте. А ты перешёл, что ли, туда? Да-да. Да. Как Джуси вомкал, брат. Слушай, ну ты же дружишь с Джуси. Он просто на тренку пришёл или что это было? Ну, я думаю, пробивает профессиональную команду. Спирич, он профессиональную команду пробивает. Я думаю, он с нами форму поддерживает, чтобы не заплыть. Я думаю, это вообще нормальный процесс. Подожди. А, ведь ты был... Ну, он, по идее, должен в ПФЛ сейчас ехать. Понятно. Потому что жизнь сломает в этом ПФЛ за 50 тысяч рублей. Хочет. Хочет? Конечно. А что там Джуси? Кажется, с деньгами проблем нет. Это... Пропадаешь. Да, пропал. Майк, а ты что думаешь по этому, по уходу у Джуси? Ну, я думаю, он попадёт спокойно в ПФЛ. Не, я имею в виду по уходу из Тудроса, по этой ситуации. Ну, человеку как и прокоп, туда нужны деньги просто. И всё. У него в семье проблемы. И он должен на завтрашний день думать. Я думаю, что надо зарабатывать. С канала, я так понял, он сказал, съёмок мало. И медийка остановилась. Буки отказываются. Что ему надо жить дальше. Поэтому принял такое решение. Блин, это всё логично получается тогда. Ну да. Не, ну это сильно, что его сейчас форсят. Типа, он вомкали, вомкали. Одну тренировку прижал, всё, началось. Нет, ну ты просто сейчас пришёл. На спорте не всё будет, туда попасть. Они и денег заплатят, и плюс у него практика будет. Ну, я думаю, на спорте, вон, посмотри, сколько у них. Ну, вон, три вратаря. Там кто-то ещё есть. Ну, это же ноунейм. Ну, слушай, ну тут ещё вопрос к тому, что, типа, много людей уходило из на спорте. На спорте, мне кажется, уже зашкварно звать чуваков, которые от них куда-то уходили. Ну да, в целом да. Да не, но у Джуси стоит задача попасть в профессиональный футбол. У меня задача медики цепляться. Он же, когда играл же на спорте, ещё до прихода в Тудроц, он же говорил, что, типа, я хочу профессионально пойти. Кто меня сможет отправить, там я останусь. Только я не знаю, зачем он в Тудроц пошёл. Вот, зачем он отправил. Вот, так что это иди. Тогда ему, типа, можно предъявлять за то, что он залутал медиатрафик и грамотно. Да, получается, это такая история? Ну, слушай, я скажу так, что он немало Тудроцу дал. Ну, в плане, я считаю, Джуси – это один из лучших голкиперов медики. И Тудроцу для канала он очень много дал. И он один из главных лиц стал за короткое время. Да, и на МКС он хорошо себя проявил максимально, только можно. Ну, поэтому, что он, типа, пришёл, спиздил медику и ушёл, типа, я считаю, это неправильно. Он дал медику тоже хорошую Тудроцу. Это мне одно интересное. Это всё конфликт по итогу или просто… Ну, смотри, вот я согласен с Джекой. Если он заплатит бабки Джуси, то, типа, ну, надо все начнут лить, правильно? Ну, я думаю, можно было найти, ну, то есть рекламу подгонять каждый месяц. Ну, типа, можно найти варианты, чтобы Джуси заработал денег, правильно? Слушай, ну, Джуси, мне вот, условно, мне бомкали. У меня тоже там не было медики. И я понимаю, что мне нужно делать свой ютубчик, чтобы хоть что-то было. Ну, Джуси же тоже, типа, никто не мешает тебе ту же биту в вратарей делать. При том, что на Джуси, мне кажется, всегда просмотрят топовые. Да. Просто делать свой канал. А ты видишь, что, получается, сейчас вот эти каналы появились, которые всех как бы соединяют. Приходи ко мне на челлендж, приходи ко мне на анкету, приходи ко мне в команду. А вот эти люди, которые вот в этом круговороте, они не получают ни хрена по факту. Да, да. Как у меня может быть жопный интернет, если вас нормально слышно, скажите? Димон, ты бы хотел, чтобы Джуси в Амкало перешел? А, конечно, нет. Знаешь, почему? Потому что три вратаря в команде. Они что, будут по 10 минут играть? Нет, у нас же Санер в Воланию отправляется. В Воланию? Ну да, он вроде как едет. Амкало отправляет ПФЛ теперь, знаете? Не, если так, то да. Если так, то почему нет? Просто, когда будет четыре вратаря, они там все пересрутся уже между собой. Ну да, согласен. Короче, вердикт такой, что Джуси просто с нами поддерживает форму. И Герман Красавов, что ему дает шанс, чтобы он приехал в ПФЛ и был в хорошей форме. Ну и плюс нам он тоже помогает. Блин, я вообще... Скажите, пацаны, я не понял одну вещь. У нас теперь, получается, медийные команды как агенты стали. Это еще одна, типа, статья заработка новая такая. Бесплатные агенты. Бесплатные. Медиафутбол растет, брат. Куда он растет, по-братски? Мы на МКС одними футболистами играем. Там от медиафутбола одно название. Майк, ты футболист, бля. Понимаешь это? Не, я ведущий канал, блок у меня. Я видел этот МКС. Мы сейчас готовимся. Видишь, у нас игр сейчас много, выездов много. Сейчас по две тренировки. Слушай, но я все равно не верю в то, что ты МКС проведешь за МКС. Кутюбей. Почему? Ну, потому что, мне кажется, какие-то вот силы, понял, которые мешают в выбор, и ты все-таки перейдешь на спорте, потому что это будет как-то логичнее выглядеть. Так у меня уже контракт подписан до конца МКС с Анкало. Ой, а там прям настолько серьезный контракт, что он имеет юридический вес, да? Ну, я не знаю. Поживем, увидим, но... А смысл мне переходить из команды, которая все выигрывает, которая большой выезды, какой смысл у конец всего? Ну, где у меня все хорошо, и с коллективом, и со всем. Мало ли, вмешаются деньги, кто его знает. А если тебя перекупят, допустим, теоретически? Да, деньги имеются. На жизнь хватает. Ну, кто бы сомневался. А где Эдиман, скажите мне? Я здесь. Там просто Даниил Медведев обиделся на весь мир, по-моему. Да? Да. Это который в тексте проиграл сегодня? Да. Бедняка, по ноль без них, и потом отлететь, это, конечно... Не, он обиделся, что его освистывают, потому что он русский, типа. И он сказал, что, типа, вы все надоели, вы убили во мне ребенка, и я теперь буду играть. Даже если в Москве будет турнир во время Берлан-городска, я лучше сыграю на Руси, чем буду с вами общаться. Всем привет. О-о-о. Он опять шапку наделал. Сейчас китайцы будут недовольны коммунизмом, напишут ему. Миллиард. Здравствуйте, здравствуйте. Как ты, брат? Я отлично. Я, быть, и скучаю уже, братан. Ты уставший на роликах Дротса в последнее время. Я смотрю на глаза, как будто бы не выспался. Что такое? Я тренируюсь, братан, 24 на 7. К МКС? Конечно, он всегда готов. К МКС? Ты не видел в этих компьютерных кубах в три часа ночи. Я помню, как вы готовитесь тогда. Ну, пусть он выскажет про переход Дрюсси по уходу из Тротса. Что скажешь? А что мне стоять? Ну, он Дрюсси хотел условия какие-то. И мы им их не дали. Что мне сказать? Я переведу его. Наверное, он говорит, а ты не пробивал ему контракт на спорте? В плане, спрашивал, типа, у Льва, может, ему контракт на спорте или нет. Ну, спрашивал, но здесь какой-то конфликт у него, я даже не знал. Поэтому его здесь не ждут. Из-за этого остается одна только команда. А что ты ему посоветовал оставаться в блогерском футболе, идти... Я не знаю, какие команды. ФК-деньги, мне кажется, только остаются. Или забить... Я бы ему посоветовал просто перейти в профессиональную команду, потому что у него есть все данные играть. Сейчас на сборы поехать, потому что очень много команд на сборы. Там показать себя и все. Но главное, чтобы он был основным вратарем. Потому что если он перед командой будет сидеть, смысла нет этого. Там, кстати, можно и видосы делать. И блог вести, и так далее. Да, видосы всегда можно снимать. Пацаны... Пропадаешь. Короче, объясни мне, Диман, одну простую вещь. Это я что-то не понимаю? Или у меня всегда было ощущение, что люди, которые в медийном футболе, они все равно типа не футболисты? Но куда ты станешь профессиональным футболистом? Это же неправда. Такого не будет. Про меня? Нет, я про Джуси. Он же поиграл всю жизнь в медиафутболе. У него нет футбольного бэкграунда. Или он есть? Вещи есть. Джуси, он хороший вратарь. Самый лучший вратарь в медиафутболе. Почему он не может сыграть на таком уровне? Ну потому что ты помнишь, когда приезжал там условный вратарь из ГИКа? Вот такая вот громила, два метра ростом, и тащил практически все. Вот такой прям очень сильный чувак. Вот. Джуси вообще, ну я не знаю, уровень... Да нет, Димон, сейчас ПФЛ-2 это... Ой, ФНЛ-2 это как ПФК образно. Джуси в ПФК бы сейчас в любой команде в составе стоял. Точно. А ПФЛ-2 сейчас очень слабый, там граждане молодые, и у него есть спокойный шанс за сезон проявиться хорошо и уехать дальше. То есть это, грубо говоря, у него сейчас ступенька. Он через эту ступеньку может заиграть на более-менее уровне, на уровне ФНЛ уже нормально. Почему нет? О, Джуси, подключи, пожалуйста, если можно, Джуси. Сейчас, по секунде. Тем более, да, он... Ему 19 лет. А, ну, в принципе, да, нет, потому что, знаешь, это я же по себе всех сужу, мне уже под 40 почти. Вот, и поэтому, да, я забываю, что в Джуси 19... Бра, как здесь... Короче, я нажимаю с запроса на подключение, и у меня никого нет. Что это вообще за бред? Боже, какую же дерьмо... Короче, Джуси, если что, пришли запрос, мы тебя за 1-2 минуты буквально спросим. Он говорит, нет, я не знаю. Он, это, он с Нечаем делал интервью. А, нет, завтра же Думич выходит, да, Джуси? Да, да. А, ну вот так. Ты уже все знаешь. Не, я смотрю, кстати, вот такого подкастового контента миллион появилось. Маврин снимает, Думич, типа, вообще миллион людей, которые сейчас на этом, ну, каким-то образом генерируют контент. Это классно. Это то, что нужно было давно уже, комьюнити. Я еще перед МКС Думич сказал, делай контент такой. Это прикольно узнавать. И она хочет Жеку еще из Тудросс, но Жека, видишь, не идет. Сейчас столько, столько всего накопилось в этом медиафутболе, что Жека мог бы прийти и рассказать все честно. Да не, ну зачем, уже есть эксклюзивность. Он, типа, основатель Тудросс, он не хочет, понимаешь, там, делиться вот этой вот историей своей с другими. Это грамотно, на этом все строится. Это тоже важный момент. Вот эта коллаборация всех со всеми, она в минус работает. Когда ты, допустим, имеешь команду, и раньше они ни у кого не снимали. Сейчас те же Джуси, будучи в Тудросс, он снимался у Спирикова. Если бы они были эксклюзивно только на канале Дротов, ну, интерес бы был немножечко, но выше, в любом случае. Ну, все равно зритель хочет, знаешь, что Жека искренне может рассказать, там, Тудросс, ситуация с Джуси, а там, МКС. Все равно зритель ждет какого-то комментария от него. Да, я согласен. Я думаю, он рано или поздно это даст, но в формате уже, который именно на своем канале, на своих каких-то соцсетях. Ну, тоже будет топ. Никто не хочет ничем делиться. Ладно, пошли тренироваться мы. Давайте в хорошей вам тренировке. Да. Что еще раз? Хорошей тренировки, говорю. Что вот у меня с интернетом? Я удивляюсь. Надо в следующий раз, если проводить, то он отвечает. Тут еще люди пишут сообщения какие-то ужасные, называют меня хуйлом, понял? Бля, Диман, я вообще ничего плохого не сделал. Я даже на ракете не летал, а меня так оскорбляют. В чем прикол? Да, ну. Пусть оскорбляют. А в чем, кто у тебя там? Короче, все ясно. Блогерский футбол начал развиваться. Народу стало больше. Денег стало меньше. На всех. Ты понял самое важное? Самое важное, Диман. То, что теперь участники всего этого шоу начали хотеть зарабатывать. Это прямо хорошо видно. Им уже мало узнаваемости в метро. На рукопожатие в метро ты себе болисяга не купишь, понимаешь? Я до сих пор не купил. Ну, ты извините меня, ты вообще типа в оппозиции всего. У тебя есть топовая с анонимусом футболка. Вот. За сколько мы ее? За косарь взяли или за две? Ну, за приличную мы ее купили. Я вообще не понял, как на рынке этот анонимус стоил больше косарь. Кстати, я был в Сочи на этом рынке. Его снесли. Там уже нет. Я там с таким кайфом побегал. Блин, жалко из-за этого. А, кстати, я думаю, можно в Египет будет поехать. Реально. Потому что у меня такая группа на этой звездной битве, что я там надолго не задержусь. А кто у тебя там? Ежик. Понял? Этот киберспортсмен, короче, украинский. Боюсь, что война какая-нибудь не произошла на этой почве. Ладно, все равно. Понятно. Короче, будем следить за ситуацией. Я думаю, можно отключаться. Сейчас прошел. Можно отключаться. Но Уф Аджи очень грамотный. Это правильно то, что он так, ну, типа, с точки зрения репутации все на свои места поставил. По факту, дротцы из-за этого пострадали. Потому что хейт в их сторону, он не прекращается с МКС. Какие-то вечные истории происходят нон-стопом. Как будто бы на них порчу реально наложили. Вот заметь. Что-то постоянно-то происходит. Удивительно. И ребята, которые, ну, вместо того, чтобы дать время затихнуть всем этим историям, переходам и прочим, они еще и подливают масло в огонь. А здесь они просто канистру вылили, по факту. Ладно. Едем либо в Турцию, либо в Египет. Там снимают контент на связи. Сохрани только. Сохрани, я скачаю. Ты просто закрываешь, он у тебя в профиле сохраняется, и я быстро скачаю. Я скачаю. Продолжение следует...